Боже наш, слава тебе. Завтра Пасха. Знаете про это? Да. Ну вот. Накануне мы должны... А вот я спрошу и вас. У вас дома такая книга есть? Есть. Значит, вы считаете её? Нет. А почему? Потому что я не верю в Иисуса Христа. А в кого же вы верите? В самого себя во Вселенную. Как вас кто научил? Говорит, во-первых, в себя ты смертный. Это уже не Бог. А Вселенная, она бессмысленная. Как в неё верить? Верь, не верь, она всё равно крутится. А Бог смысленный? А Бог, это отче наш, считаем. Это личность, которой мы просим и получаем ответ. Я ничего не получаю от Бога. Ну ты... Это есть такая картина искупления. Там один Захарий говорит, а он мне ничего не сделал хорошего. Вы повторяете всё это. Вы поймите, что человечество живёт 7,5 тысяч лет на земле. Вот сегодня 2 миллиарда мусульман. Мусульман серьёзно верят. Они верят, что есть Аллах и молятся Ему, живому. То есть вы не попадаете в 2 миллиарда. Дальше. 2 миллиарда 200 миллионов христиан молятся живой Троице Святому Христу. Вы в них не попадаете. Почти 2 миллиарда буддистов тоже. Вы попадаете в 2% самых преступных людей мира, на которых 90% преступлений. Зачем вам туда клониться-то? Даже чисто... Я... Не правда. Я всё делаю по совести. А совесть-то, знаете, какая у каждого? А бывает сожжённая совесть. Я знаю. Ну да, как апостол Павел говорит. Я когда делаю, я не говорю, Господи, благослови. Я просто делаю от всего сердца и всё. Понятно. Но когда будете умирать, у вас пустая будет рядом, впереди, яма. А там огонь вечный горит. Вы ничего для Бога не сделали. Давай отпускайте. А вот смотрите. Вот, допустим, вы хороший сын. Вы воспитаны отцом правильно, культурно, всё как надо. И за столом отца сидите. И отцу заявляете, а я тебя, отец, не признаю. Позвольте, ты что делаешь-то? Я не признаю, тебя нету. Ты просто так. Я нигилист. А нигилист сомневается в том, что видит. Как отцу это покажется, что тебя, конечно, надо проверять в одном отделении? Как так? Так Бог дал землю, дал солнце, дал воздух, сотворил Вселенную и тебя сотворил. Прекрасного такого. А я не признаю. Да кто ты такой? Наша земля была создана не так. Я готов это доказать. Но ещё вы докажете, что вы безумны. Нет. Нет. А вот смотрите, 3000 лет назад, сейчас скажу, в Псалтыре, это в середине Библии книга, это Псалтырь, на 13-й Псалом написано, «И сказал безумец в сердце своём, нет Бога». Вслух нельзя было сказать. И причина. Они развратились. Совершили гнусные дела. Нет делающего добро, нет ни одного. А 15-й Пять Евангелия Тяна, говорится, без меня не можешь и делать ничего. И поэтому ваши добрые дела-то, они легче листьев осенних. Хорошо. Бог создал землю? Да. Так. А как он тогда мог создать всю вселенную, если есть помимо нашей земли остальные галактики? Мы слово как даже и задавать не должны. Бог. Он сказал и явилось. И в Библии так и написано. И сказал Бог, да будет свет. Да будут звёзды и миллиарды звёзд. Сказал им мгновенно, и он Бог. А вы по своей ничтожной натуре человеческой, смертной, пытаетесь Бога в эти рамки втиснуть. Но Бог же наш отец, правильно? Тогда почему он допускает геноцид? Почему он допускает войны? Всё, вопрос заданный. Почему он допускает смерти младенцев? Понятно. Болезни. Всё, 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 вопрос понятен. Потому что он Бог. И поэтому сотворив человека, он знает, какой путь для него более полезен. Люди отступили от Бога, советская власть раскулачивает репрессии, 1937 год. Не поняли? Война идёт. И теперь в плену везде люди стали к Богу обращаться, к отцу взывать. Сейчас пишут воспоминания. Так, ты ребёнок. А мы знаем, какой ребёнок будет? Он Бог не зачать. И не было бы ни Гитлера, ни Сталина. Но он родился и заболел. Или больной родился. Почему? Бог знает, как обратить человека. Человек этот был бы, если здоровый, был бы преступник. Щихотило, второй вырос. Вы маленько посмотрите на то, какие варианты в жизни бывают. И тогда вопросы сами поставлю. Вот смотрите. Ситуация. Я молился Богу. Молился Богу, чтобы у меня зажило колено. Я порвал связки. Ну, это так, к примеру. Бог мне не помог, а современная наука помогла. Отвечаю. Хорошо выслушиваете. Потому что глуп, кто даёт ответ, не выслушав. Так, связку порвали. Во-первых, должны себя расследовать. Куда вы ходили этими ногами? Я вам скажу пример. У меня хозяйка и соседний мальчишка. Ну, не мальчишка, уже лет 18. И говорит, где Бог? Пусть он мне бутылку даст. Она говорит, ты глупый совсем. Я вот танцую на танцплощадке. Бог ничего не сделает мне. Он может ноги тебе подрезать. Ха-ха-ха. Пошли на охоту через неделю. И стреляют прямо в колено ему. Ногу отняли. И теперь на одной ноге ковыляет и на танцплощадку не ходит. У Бога вымерено всё. Где твои следы прошли до этого? Бог вымерил. Порвал тебя, задумайся. А врачи помогли. Бог дал им знания. Через вращай ты, написано. Благоразумный человек не будет пренеберегать. Врачом. Ибо и они молятся Богу. И через них Бог творит чудеса свои. Вот. Евангелист Лука. Врач был. Сейчас канонизирован в Войне-Яценеске. Хирург. Сталинскую премию получил. А сидел в заключении. А зачем в заключении? Ну, он и там своё дело делал. Он архиепископ Лука. Война-Яценеске. И одновременно лауреат Сталинской премии. Гнойная хирургия. Тысячи, десятки тысяч людей спаслись через него. И они молятся Богу. И через них Бог даёт ответ. Вот вам ответ. Это Бог сделал через людей. Бог делает. Дал им знания. И они применили на тебе. Но в космос полетели. Но полетели. И что, далёко это? Ну, довольно-таки. Ну, сколько далёко-то? На 280 километров Гагарин поднялся. За 450 ещё никто не залетал. А до Луны сколько? До Солнца сколько? До Марса долетали. Как это? Понимаете? Сейчас уже приборы обнаружили такие планеты, которые находятся от Земли при скорости света 300 тысяч километров в секунду за 4 миллиарда световых лет. И всё Бог сотворил. А где конец? У нас есть разрешение «Бесконечная Вселенная». А как время? Вечность. Восьмёрка на боку. Вот и ответ. Мы, когда начинаем думать о Боге своими человеческими мерками, мы смешно выглядим. Вот Камарик сейчас бы решил... Тогда простой вопрос. Можно ли жить так, не обращаясь к Богу? Нельзя. Я живу и не думаю об этом. Я не благодарю Его за то, что, допустим, Он дал мне жизнь. Не благодарю Его за благо. Я просто живу так, как считаю нужным. Но я не знаю заповедей. Ну вот, просто. То есть, я такой человек, я не отрицаю того, что Бог есть, но я не живу по Библии. Я отвечаю. Вы делаете как по совести. Вас воспитали прекрасно, в хорошей школе учились. Вот сейчас как выставили, там над девчонкой издевались, в интернете выставили, сейчас судебное разбирательство идет. Что на ней делали они? Как издевались, как били, таскали, как что делали? Ну, тут есть такой фильм, класс, посмотреть советую. Класс. На документальной основе в Эстонии было, как они ему половой член в рот делали. И эти пацанята, они достали оружие и весь класс расстреляли. И все, совесть кончилась. И теперь вскрывать начали. Но Бог все разрушил и показал, потому что съемка была у них. Так, теперь вы думаете так. А вы видели, вот если не видели, я посоветую посмотреть Мастера Маргарита, момент, когда Валант рассуждает о Боге. Валант, это дьявол. И он говорит, ну, я сам собой распоряжаюсь. Вот ваши слова говорит Борелиоз. А он говорит, прежде чем так рассуждать, планировать, как твоя жизнь пойдет, ты должен знать, ну, хотя бы приблизительно на тысячу лет вперед. Он так сразу от него. и говорит, сегодня вечером что будете делать? Ну, председатель там, писателей, это невозможно. Почему? А вас убьют сейчас. Кто убьет? И дальше комсомолка отрежет голову. Он не знает, что уже Аннушка масло пролила. Вот и весь ответ. Он смертен, да, говорит, смертен. Но дело в том, что Валант говорит, он внезапно смертен. Внезапно. Вот вы говорите, я делаю. Библия говорит, всякое доброе даяние от Отца Светов. И коммунист сделает доброе. Самая ненавидимая для меня личность, самая отрицательная, это Ленин. Большего зла, за мировую историю человек не сделал зла. Гитлер сто раз лучше его. Хотя злодей, сатана в образе человека, Гитлер. Но и они иногда делали добро. И поэтому, говорите, я думаю вот так. А откуда это думаю? От Бога. Вот едут в поезде и такой вот, как вы, молодой юноша, начитанный. И он говорит, а татарин сидит и молится по-своему. Аллах, Акбар. И он говорит, да Бога-то никакого нет, отец. Вот знаете, я вам докажу это. Вот сейчас тряпку пойду возьму у проводницы, намочу ее и положу. А нам из Владивостока ехать до Москвы. Через три дня там появятся насекомые. Он говорит, нехорошо. Взял Божью тряпку, Божью воду полил, Божью букашка вылез. Там везде их семена, яйца. И вы куда не повернетесь, вы везде натолкнетесь на превосходящее наше разумение совершенствий в каждом человеке. Акулист в шесть лет учится и только по одному глазу. Он не будет лечить от рака. Другой ухо, горло, нос. Да еще по частям разделят. Все во всем премудрый Бог. Но эта кофточка на вас сама по себе не могла или как сказать джемпер не мог появиться. Увести его. Вот я посмотрю сейчас. Вот допустим у меня в ручках кто-то залил туда пасту, кто-то синее сделал, кто-то прикрутил. А ты посмотри на мир, творец. Одних насекомых только разных. Больше пятисот тысяч насчитывается. Разных видов. Это вообще... Вопрос возникает из Библии. Тогда каким образом наш всемогущий Бог смог поместить столько видов животных, насекомых, растений на один ной в ковчег? Отвечаю. В то время, когда это было, а насекомые там никакого не надо, места-то не надо, а вот коровы, а сколько коров? Корова была одна порода. Никаких холмогорских не было. И курицы, их не было 350, как сейчас пород. Одна была порода. И когда разбито на три этажа, я моряк, я служил во флоте, я потом работал во флоте. Я знаю, там более скучное пространство. В одном кубрике нас бывает 6 человек, а там совсем маленькое место. Малое. Ну, этажами, как плацкарты. Вот, зайдешь, когда вплотную. И поэтому то, что там было занято, занято было меньше, чем наполовину. Остальное пустое место было. Там корм был. И сделали, что интересно, конкурс был объявлен на самое устойчивое судно, на Библии-то данные, размеры Ноева Ковщега. И один швед взял первое место, ну, с палубами. Ему говорят, а где вы размеры? Он говорит, я размеры взял из Библии, а на стройки современные. Первую премию получил. Вот как все обстоит. А когда человек так, это с бухты-барахты, это с кондачка, он, ой, я сделаю. А что ты сделаешь-то? Ты уже готовый? Вот, самолет изобрели. Прежде самолета, тысячи птиц летали. И Жуковский резал их крылья, узнавал подъемная сила за счет выпуклости крыла, какое положение. Ну, а вот, а вот радарная установка, ну, прежде нее уже летущие мыши летали. Радарная установка, все было. Люди резали, узнавали, почему так быстро дельфины плавают. Оказывается, у них делается волнистое. Каждый вот это вот, успевает подтолкнуться от воды. Сейчас рыба-мещ оказывается 120 километров в час идет под водой. Таких подводных лодок даже нету. И все, что люди делают, воруют у Бога. Это образно сказать. Не знаю, все равно, я не убежден. Вы не убеждены, потому что грех держат. Написано в Библии так, Евангелие от Иоанна, первая глава и третья. Написано, делающий добро идет к свету, дабы явны были дела его. Делающий зло и не идет к свету, к Богу, чтобы не обличились дела его. А второе послание к Коринфянам, пятая глава, десятый стих, написано, всем нам надлежит предстать предсудилище Христова после смерти, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Не он, а в теле. Тело – это оболочка. Мы там живем. Это не мы, которые сверху. Доброе или худое. И за гробом то и получить. А как доказать, что будет суд Божий? И Анна Златова говорит просто, несправедливость. Бог справедливый? Все говорят, да. А на земле справедливости нету. Тут всякие насилия. Так вот, сам смысл подсказывает, оно установится, справедливое общество в другом месте. О чем писал Лермонтов Михаил Юрьевич? Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой мысли, и дела он знает наперед. Вот это и есть. Перед Богом. Вот я родился в старообрядческой семье. Знал, что Бог есть. Наверное, с двух лет. Дальше ничего нету. Но родители были в почете. Отец с фронта пришел вот так, руки нету. И у нас было в семье 12 ребятишек, 10 рожевых. Бедно-бедно жили. Ну, что спрашивают-то? 10 ребятишек с матерью вместе полкласса не кончили. Но ни один не умер, ни одного больного нет. Мне 80 лет, я еще ни одной таблетки не съел. У Бога вымерено. Так я уверовал 23 года, когда в руки мне Господь дал Библию. Когда я переступил порог церкви. Я не знал до 23 лет. А в это время, говорят, у вас какая-то беда была. Беда одна была. Пустота в душе. Я очень активно жил. Много спортом занимался, боксом, стрельбой. Вот спрашивают, а кем вы хотели быть? Я отвечаю, террористом. Больше я никем не хотел быть. Отомстить за поруганную землю. Я день и ночь тренировался. И в это время из армии возвращаюсь. Одновременно занимаюсь семью языками. Через 6 месяцев выступаю у немцев. Самостоятельно изучаю английский, там испанский, французский. Бог открыл во мне это. Я не знал. Добиваясь... 14 человек был конкурс, летное, это, мореходное училище высшее. Я прошел. Добиваясь разрешения сдать 3 курса за год по выбору комиссии на одном из разных языков с выходом за границу. И в этот момент меня Бог ловит. А на чем ловит? На моей любви. А на какой любви? Я любил бабушек. Вот они такие бывают забитые где-то. Я только сошел на берег, бабка несет сумки. Я сразу, баба, давай помил. А я спрашиваю, душа томится. Я говорю, баба, а у вас где-нибудь люди молятся здесь? Город Венспас, Латвия. 27 сентября 1962 года. Она показывает, говорит, а вот тут как раз и есть. Она не знает, кто. Но там какие-то люди, говорят, собираются, большое здание. Я когда зашел туда, а говорят по-латышски, подошел человек, говорит, вы знаете, что, я говорю, я с латышами, понимаю их, я через три с половиной месяца уже разговаривал, приехал туда. А тут я не понимаю, тут другие слова. Он говорит, а вот дверька в русскую там собирается. Я зашел. Я и там не понимаю, блаженный, нищий духом. Я не слышал этого. И вот Бог меня на этом поймал. В первую очередь, на бабушек, а они мне открыли первое место, вторая глава Деяния апостолов, когда Дух Святой сошел, заговорили на иных языках. Я говорю, как, сразу? Нет, это не может быть. Может быть. Ты хочешь помолиться? Я говорю, очень. Склонились на колени. Проститесь, что вы хотели? Я молился, но молитвами заученные, православными. Богородица достойна. И я понял, у меня веры нет. И я сказал, Господи, дай мне веру в Тебя. Веру в Библию. И у меня как будто все у меня вскрылось сразу. И я когда встал с молитвы, так у меня так даже как качнуло, когда далеко в горы ходишь с большим рюкзаком. Когда снимешь, тебя еще по инерции давят. И вот у меня такое, с меня как будто все сошло. И я на себя смотрю, это не я. Я на корабль зашел, всем стал говорить. И началась череда испытаний. Меня пытают. Я пять тюрем прошел, лагерь смерти. Это все у меня за плечами. Это все в моих книгах отображено. У меня вышло 38 томов книг. Вы зайдите на наш YouTube. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня там 15 тысяч роликов. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. «Во свете Библии». Вам это поможет. «Во свете Библии». Но если вы зарядите не YouTube, а соло-сайт, это надо через Google, то зайдете на наш сайт. И вот на сайте там все книги. Как я отмечаю студентов. Я сейчас закончу. Господь позволил мне одновременно вести занятия в пяти университетах. Три радиопрограммы регулярно веду. У меня тысячи вопросов. Я на них отвечаю. Это политика, экономика, социология, будущее, настоящее, мусульманство. Чтобы мусульманству ответить, я разбираю Коран. Коран. Пасурам и Аятам. Весь. В сравнении с Библией. Каждая книга уникальна. Каждая книга. 752 страницы. Вы зайдете и не выйдете оттуда. Там я отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок. Это Бог делает. Это не мое. У меня нет никакого гуманитарного образования. Я технарь. Прорабом работал. Нигде-то в органы МВД направили. У меня жизнь непростая. И я еще ни одной таблетки не съел. А у меня три голубятни. Деревню с нуля православную берем, строим. А почему? В стране 21 тысяча селений исчезли. Получили статус, строим школу, дороги. Все за свой счет. Господь мне позволил организовать детский лагерь. И я начальник его 45 лет. Тысячи детей. Ни рубля государство не дал. А только гнобили. Я бы не мог выстоять. А почему? Ради Бога. У нас идут в армию. Ни один не попал под дедовщину. К нам едут. Тут услышали из Англии директор Кэстонского института. Посмотреть. Ее сопровождает Сын Станкина. Почему? Бог. Она ставит фильмы. Первый фильм занимает первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм о моей биографии первое место в России. Златоустов с Потеряевки. Это все на сайте. Как? А будь я неверующим. Я бы давно сгинул. Даже говорить не надо. Как же говорят? Это, ну, вот, в принципе, религия была придумана для чего? Для того, чтобы управлять людьми. Давайте. Христианство началось с 12 рыбаков. Кого управлять людьми, когда они рабы? Они рабы. Живут от сети, от рыбы. Вы не считали? Вот как, интересно, как я, свободный человек, могу быть рабом? Как? Так ты раб страстей. Раб своей идеи безумной. Ты уже раб. И ты ничего не можешь делать. Если куришь, не бросишь. Наркоманишь, наркоманом сдохнешь. 36 лет тебя отрезано. Но не вы, не вы. Кто ты неверующий? Я, как бы, к той аудитории отношусь. Вот. Если ты неверующий, у тебя ничего не может быть долговечного. Все краткое. И с каждым днем ты больше будешь думать яма, лопух на могиле. Ты ничего не оставишь. А верующий это сеет. Вот мои книги показали. Стоят в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Мы проехали вместе. У меня... Сейчас закончу. 38 у меня томов вышло. Мы проехали из Барнаула до Владивостока. Отсюда забросили товар туда. Пять тонн книг. И дошли до Лиссабона, с Турцией, Прибалтику, с Скандинавией. И везде дарили книги. Дарили. 650 мест. А зачем это делать? А затем я перед Богом. Я 9 лет просидел за компьютером. Больше 30 тысяч часов. Сам верстку делал. В фотошопе. А мне 80 лет. Не 8. Я не могу поверить, что мне 80. Я все время с молодежью, со студентами. Детский лагерь. Я где-то на 30-летнем возрасте застрял. Я иду по камерам. 18 лет сотрудничаю с тюрьмой. Помогаю заключенным встать на ноги. Быть другими. И это ни один, ни два. Следователь обратился в верующий. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Тысячи преступников, может быть, пришли, как пишут сегодня. Ты можешь сделать? Да как ты сделаешь? Теть вахту слушать никто не будет. Вот. Я... Нет. Я верю в то, что по-доброму... Вот. Ну, есть же такое высказывание даже, да? Что у одного человека Бог добрый, у другого он злой. Это написано у Горького. Два Бога. Рассказ. Да, 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 да. Читали тоже, да? Еще читали. Есть два Бога. Бабушка молится доброму Богу, а дедушка какому-то не тому. И вот я могу поверить, то, что добрый Бог помогает. Ну, я как бы знаю людей, которым он помогал, в том плане, что, ну, даже вот, будучи наркоманами, они могли бы прийти вот к этому и, то есть, помог им, так скажем, Бог. Ну, то есть, не Бог, а в целом религия. Ну, и что? Всякое доброе даяние от Отца Светов. Прямо написано об этом. А вот он делал добро во имя чего? Во имя своей индивидуальной частности? А что ты получил через это? Иоанн Златоуст говорит, вот говорят, вот ваши верующие, вот там вот, смотри, ты говоришь против, а они пошли в пивнушку. Не хорошие бывают верующие, а верующие бывают хорошие. Это он говорит в пятом веке, в начале пятого века. Это вы все уже, говорите, пройдено. А вот смотрите дальше-то, я отвечаю на этот вопрос вам. Он говорит, у верующих три причины быть добрым. Три. Первое. Страх наказания. Притча Соломона 1.7. Начало мудрости страх Господень. Бог угрожает адом, гиенским мучением, скрежет зубов, погонь вечный, и поэтому делаешь грех, ты погиб. Ты в воду будешь гореть. Это удерживает, как Надежда Константина Крупская, жена Ленина, говорила, религия узда для масс. Узда. Она понимала. Дальше. Второе. Обещание наград. Когда человек верит, Бог обещает дать ему новую жизнь. Человек рождается свыше. И третье. Вспомоществующая благодать Божия. Бог помогает. И несмотря на это, бывают верующие, которые падают. Он говорит, а что спрашивать с того, у которого ничего этого нет? Вот женщина одна. Она врач. Наш лещий врач. И вот она говорит, вот вы верите, а я вот не верю, Галина Георгиевна. И у меня муж хороший, две дочери. И муж вам верен. Ну он коммунист, мы все коммунисты. Видно, что хорошая семья. Я говорю, сегодня так, завтра по-другому. Да нет, это понимаете. И вдруг я вижу, она в церкви. Прошло 20 лет, она в церкви стоит. Я говорю, Галина Георгиевна, а как вы? А муж где? Так я узнал, он все эти годы мне изменял. Дочери неверующие, и я пришла в храм. Вот и все. Мы не видим концовку этой картины. Она хорошая, хорошая, но оказалось, она сидит на навозной куче. И все захватила. И муж оказался изменник, и ничего нет. У меня муж хороший, другая говорит, и тоже библиотекарь. Я много там околачиваюсь, это в библиотеках. И вот он не ругается, как вы говорите. Я не раз... Никогда? Нет. А он пришел. Я говорю, она говорит, Гоша, его Георгий звать. Вот у нас человек интересный, он, ну я в архив пробрался, там мне нужно записи делать, как Ленина голос, я составляю целые композиции. И вот, ты же не ругаешься? Она говорит, нет. Я говорю, а можно я вам вопрос задам? Да. Я говорю, у вас Даша есть? Даша, да. Ну а было так, что вы сами строили, да, ну и промазали молотком по пальцу. Было. Она говорит, что? Ну, заматерился. Она, Гоша, я говорю, я еще, вы сколько лет живете? 19 лет, а тут дочка 18 лет стоит. Я говорю, за 19 минут я его узнал больше. Дальше. Мужики на работе рассказывают похабные анекдоты про женщин. Вы как? Ну я тоже рассказываю. Она, Гоша? Я говорю, ну Гоша, вот он Гоша, он неплохой человек. Но вы не знаете, внутренность Бог открывает. Вот я встаю, допустим, всегда мы встаем в 4.40, а в тюрьме я вставал в 4. А лампочка горит день и ночь. До одной минуты меня точно Бог поднимает. И вот мне говорят, вы вчера молились, я никого не звал, но считать считал. И вчера 7 человек сзади вас становились на колени. Уголовники, можно мы с вами молиться будем? Все. Я только там присутствую. Бог это делает. И что я сказал? Все это благодать Божия делает. Это невозможно сделать. Меня когда арестовали, то в местной КГБ сказали, по санкции МГБ, Московского КГБ, несколько отделов работают здесь. И нашелся один человек. Но я не один. Со мной друзья-товарищи. Потому что недавно была статья такая, что в Новом мире ровно 30 лет назад в журнал «Новый мир» Твардовского появились первые главы архипелага ГУЛАГ. И сразу же в провержении там литературки или где, это неправильное сведение, ровно за 10 лет, на 10 лет раньше, барнаульский проповедник, миссионер Игнатий Тихонович Лапкин распространил по стране начитанный им архипелаг ГУЛАГ. Я насчитал на пленку, у меня стала студия, то он был на другие скорости, а потом слушать. Вот и все. А как вы могли это сделать? Как подумали, что надо? Книг нету. Я почти 50 книг озвучил. В интернете зарядите архипелаг ГУЛАГ Игнатий Лапкин. И сразу получите Библию, пожалуйста, Златоуст 12 томов. А зачем делал? Я перед Богом. Я люблю людей, когда освободился, то дают, я реабилитирован. И дают по закону дела, которые на меня заведены, там тама. Я обязан, не обязан, а могу просить. А уголовнику никогда не дадут. Но мне дали. Я выписываю все, что они говорили там, что они там между собой было. А откуда я узнаю это? Из них. А теперь обо мне говорили плохо. Я выписал и это, и в книгу поместил. Зайдете на сайт, там первая книга, для слова Божия нет уз. Два священника обо мне пишут. Книга из одних документов. Мне говорят, зачем же вы это писали? Я уважаю своих считателей. Пусть все знают. И сами сделают выбор. Они обо мне говорят, ну клевещут, ничего этого нету. Нету. А я все опубликовал. И когда будете считать, вы забудете здесь. И те, которые меня сажали, судья пришел книги приобрести, и которые КГБ курировало. Я говорю, а вы верите, что написано? Они говорят, это не то слово. Мы участники этого события. Это с Богом. А без Бога я бы как овощ какой-то прожил, и нигде бы не было. Мы делаем дела необычные. Одна, единственная православная деревня на Российскую Федерацию сегодня. Наша деревня. Мы говорим, потеряевка называется. Кто докажет, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Первый разговор с ним ведем. А зачем это доказывать, если человек разумный, он не станет этого скрывать? Зачем? Вот там то и дело, что это устав. Мы имеем право, это все в уставе, и устав в Краевом отделе юстиции. Устав. Кстати, я тут оговорился. Не то, что я по совести живу. Жить по совести, вы правильно сказали, что совесть может позволить что угодно сделать. Жить по-человечески. Вот правильный. А человек это падшее создание. Еще и в райской обители Господь изгнал их Адама и Еву. И Господь им сказал, смертью умрешь. И зато уже умерло больше ста миллиардов людей. В каждом из нас эти молекулы смерти заложены. Мы все стареем. Потому мы грешные. А Господь умер за наши грехи, Христос, и понес наше бремя. Вот картина в Третьяковке «Явление Христа народу Иванова». 20 лет картину рисовал. И там стоит Иоанн Креститель, народ крестится, а с холма Христос идет. Он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Христос умер за меня, я себе не принадлежу. У меня сердце ему отдано. И поэтому, где бы я ни был, я говорю о Христе, среди мусульман, в доме Мулы ночевали, проехали 120 тысяч километров, три раза вокруг земного шара по экватору. Это книги давая. У меня пенсия сейчас, в настоящий момент, сегодня, 27 апреля 2012 года, 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. А у меня в стажу 35 лет трудового стажа, на стройке. Это как? Данайте деньги, только в интернет зайти и выйти. Да, конечно. А я живу, и ни разу голодный не был, учти. И кроме того, книги подарили на 35 миллионов. А где берете? Я молюсь, и Бог сразу отвечает. Вы не знаете, что такое живой Бог. Вы судите по своему состоянию. Вот у меня приехали священники, ночуют. Я говорю, мне завтра книгу надо выкупать, а денег нету. Давайте помолимся. А они бедные. А где? Понятия не имею. Только легли спать. Ну, часа два прошло, звонок. А я всем наказываю, после девяти не звоните. Мы поздно ложимся, встаем в 4.40. Ну, я так взял, алло. Так, у меня спрашивают, Россия? Россия. А вы таких знаете? Я говорю, так это мой брат священник. А вы кто будете? Я его брат. Тут дело такое. У нас, говорит, дядя умер, Климент. И говорят, ваша церковь во имя Климента названа. Я говорю, нет, это лагерь наше во имя Климента Анкирского. Нам разницы нет. Он умер, и мы хотим деньги переслать. Там молитва ближе Богу. Я такого не слыхал. Ну, завтра пойдите в Вестерный Юн, получите. Священники говорят, а вы их знаете? Первый раз слышу. Откуда звонили? С Сакраменто. Мы только помолились, а только легли. Но у меня первая книга, а так это у меня свидетели. Вот смотрите, у меня голуби, голубятни. И вдруг ястреб налетает, и берет он никаких-то самых породистых, а не которые переворачиваются в воздухе. Я не могу в городе не стрелять, ничего. Тогда, когда пришли тут молиться, у нас храм, из рейк сбили, рейки такие, когда доски срезают, ну, например, вот такие вот крест, метра три высотой. Крест, ну, вот такого вот формата. Молодые ребята, священники подошли, святой водой полили его, а люди стоят, там человек 50. Я говорю, мне надо отбиться от ястреба, у меня уже третью голубку утащили. И они рядом, возле Аби, растут тополя. И они полезли, и там закрепили. Все. Больше ни разу. Он летел, и летит, долетает до этого, поворачивается, и вдоль летит. Люди смотрят, так это не может быть, как это так? Все, больше ни разу его не было. А он уже у меня до лестницы сидел. Я там не бываю здесь. Он перетаскал все. Да люди-то это видят. Люди видят. И вы молились, это так, молитва ваша. Мне с Америки, с Германии звонят, помолитесь, ребенок болеет. Только помолился, и говорят, вот сейчас операция успешная, ну, температура. Помолитесь, я молюсь, уже тут же звонок. Температура поползла вниз. Не то, что я знаю что-то, а это Бог. Живой Бог на живую молитву живому человеку. Я каждый день это знаю. И вот смотрите, у меня первая книга стихов. Денег нет. Одна сестра у нас была, Егоренка Надежа Павловна, она раком заболела. Я говорю, ты когда умрешь, ты поклонишься Христу, мытарство, 40 дней душа проходит. И там Николай Щедотворец, Николай Щедотворец, ты ему поклонись. Попроси, он любит помогать, чтобы мне помог книгу выкупить. Хорошо. Она уже говорить не могла. А два сына милиционера у ней. А это 40-й день. И мне звонят, ну как? Все молятся, как? Нет еще. 40-й день. Ну что? Я говорю, ничего нет. Только сказал, в дверь кто-то стущится. Заходит человек, вы в деньгах нуждаетесь? Да, я дам, но под одним условием. Я говорю, если оно выполнимо, приму, а нет, значит, условия скажите заранее. Ну, я вам деньги даю. Вы сказали, вот столько-то надо там, и я принес, а у него маленький саквояжик. Условие какое, чтобы никто не знал, что я к вам приходил. А он оказывается в компании, большая фирма работает, и там есть, кто ко мне отрицательно относится, потому что я православный, а он баптист. А я проповедую, баптисты делаются православными. Я говорю, хорошо. Я по сегодняшнему не сказал. И теперь газета «Экспресс» печатает, помощь с того света. Я не могу это выдумать, потому что у меня свидетели, я заранее им говорю. И к вечеру я уже выкупил первая книга, как я еду в вагоне листа. Я никогда своих книг не видел. А тут пошли у меня 38 в бумажном варианте, еще 7 в электронном. Это немыслим, это все за 9 лет. Отец, ну я просто, я не могу повторять слова, ну как бы, акагонисты. Я вас не зазираю, просто хорошо, что вопрос задаете. Я сейчас скажу, не то чтобы как-то... Только без руганий, без матерков, чтобы было. Нет, нет. Я воспитанный человек. Да. Вот. И как бы на любое мое слово есть ваше слово. Да. И вот, ну как бы мы на разных плюсах, так сказать. А, да. То есть вот я не... Ну, вот говорить опять, что я не верю, но это как-то уже неуважительно относиться к вам, потому что вы верите. Я не просто верю, я показываю практику жизни, я практик, не теоретик. Да, но вопрос много, поймите, много у меня вопросов, на которые я получаю, как бы, ответ, но, наверное, не тот, который хотел бы. А, хотел бы. Студент, если задаешь вопрос, ответ он не должен загадывать. Жорец Алферов ответит по-другому, он лауреат Нобелевской премии. Ну, скорее всего. Так, теперь смотрите, вас как звать? Александр. Так, Александр, вы меня запишите, Игнатий Лапкин. Если у вас по скайпу возникнет желание побеседовать, зайдете, Игнатий Лапкин, с этим именем, фамилией, я один на весь интернет. Запишите, Игнатий Лапкин. А пока смотрите, вопросы готовьте. Понимаете, сегодня уже к утру, к завтрашнему, ночью сегодня пасхальная неделя, Пасха будет. Вы зайдите на наш YouTube, вы записали, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Я записал, да. И вы увидите, как мы с вами беседуем. Вам будет интересно посмотреть, заново прослушать. Вот так вот. Понятно. У нас разговор был хороший, вы мне очень понравились, я не скрываю, одеты прилично, и выглядите, и не хамите. Ну, а зачем? Нет, я еще раз говорю, я уважаю мнение, наверное, любого человека, уж тем более религиозного, и я не имею права просто вас оскорблять, вам хамить. Ну, во-первых, на мне это не повиснет, я перед огромными аудиториями на стадионах выступал, и три радиопрограммы несколько лет, а одна онлайн, часовая, так что меня трудно сбить. Все, последний вопрос мой. Можно? Да, конечно. Вот, вы делаете все во имя Христа. Во имя Христа, да, то есть, по Библии, по заповедям, ну, и по-человечески, скорее всего, тоже. Да. Вот. А вот, что сказать про тех, которые сейчас стоят у нашей православной церкви, тот же патриарх Кирилл, ведь он говорит не ради Христа, он говорит ради денег. Правильно? Вот правильно, это правильно. Я вас не опровергаю. Дело в том, что каждый за себя даст отчет. И мы молимся. Господь говорит, что ты смотришь на сущок в глазе брата, а в твоем бревна не чувствуешь. У патриархи Кирилла должность другая. Я за себя отвечаю. Я отвечаю за эти 8141 рубль, куда я их девать. У меня ничего нету своего, нету. Вот я стою вот в это, вот оно все на мне какое есть. Ну вот поясок мой. Больше ничего нету. И я ни разу голодно не ложился спать. Меня Бог так избрал на это дело. И я прошел. И любой вопрос. Вот смотрите. Вот молодежь необразованная. Я говорю, а что ты сделал, чтобы образов... А что я сделаю? Я преподаю сразу в пяти университетах. Повторяю, бесплатно. В одном только техническом, 21 тысяча студентов, я 18 лет веду занятия, отвечаю на все вопросы. У них уровень другой делается. Я провожу по мировым галереям мира. Я привожу там разных философов на основании Библии. Вот, допустим, я им отвечаю на каждый вопрос. Следующее занятие в течение месяца я буду отвечать так. Вопрос. Что о нем говорит Библия? А это 77 книг. Вот она ее толщина. Что говорят об этом святые отцы? Это 300 томов фолиантов. Я должен по вопросу взять. Что говорят церковные правила? Каноническое 719 правил. Уголовного кодекса. Что говорят жития святых? 1173 биографии. Но к этому, это я всегда отвечаю так, добавляю, что говорили 300 поэтов России за 300 лет. По данной тематике. Это 20 тысяч файлов. Я должен все время на каждый вопрос метить. 20 тысяч файлов. Вы понимаете, это нереально. Все говорят невозможно. Бог делает это. Повторяю, у меня нет никакого гуманитарного образования. Это надо помнить все время. Это явное проявление, что-то невероятное Бог делает. И теперь у меня выходит 26 том «Открытым оком». Вы найдете на сайте все мои книги. На каждый вопрос, который задают, я отвечаю по моим четырем параметрам, Библия, каноны. Я отвечаю стихотворениями шести поэтов. За каждый вопрос шесть поэтов разной эпохи. И у каждого эпиграф из Библии. Таких книг никогда в мировой практике не было. Эту книгу, если узнают, ее сразу из библиотеки воруют. На каждый вопрос шесть поэтов. Притом разные разные. 300 поэтов по счету. За 300 лет. Вы сами понимаете, это невозможно. Маяковский атеист был. Знаете как, я когда встречаюсь, вот люди... А это вы, Лапкин? А почему вы по радио не уступаете? Я вел две радиопрограммы регулярно. Я говорю, мне сейчас некогда. Я издаю книги. У меня миссионерские поездки. Книги, которые издал. Я их передаю в дар. И в Америку, и в Исландию, и где только не было. Почему? Я для людей это делал. Во имя Христа. Чтобы люди познали Бога. Жили мирно. Ничего не боясь. Бесстрашные были. Так. Я говорил, что последний вопрос. Да. Вот как же быть тогда с мусульманами-буддистами? Вот у них же свой Бог. Да. Я отвечаю им. Они верят в Будду и в Аллаха. Когда вы зайдете на наш канал «Восвяти Библии», да, открытым оком еще можно добавить, вот, то вы видите, чья трулетка такая вот есть. Мы с ней встретились. И я там отвечаю на вопросы мусульманам. И здесь я нахожусь, я сейчас не могу точно сказать, но, наверное, 81-й день. Потому что умер брат один у нас, 17 лет лежал парализованный, верующий, по вере брат. И он два ролика сделал. И я увидел это Содом и Гоморра. Тут блудят, открыто совокупляются. Я понял, мне надо сюда зайти. Но я помолился, Господи, дар, который был у брата Сергея, умершего, дай мне этот талант. И я здесь нахожусь уже вот сколько? И у меня уже составлено 360 роликов. Я с мусульманами беседую по основанию Корана. И вы увидите, как они или убегают, или еще что-то. Я им доказываю на основании их книг. Я задаю этот вопрос. Кто составил ваш Коран? Так-то. Как его имя? Так-то. Когда умер? Все, точки. Сколько войн провел? Не знают. Я по порядку это все говорю. Я должен знать до конца. Если буддист, буддист от первой до последней точки я все переучил сначала. И они, вот в прошлом году приезжают мусульмане, у нас крестятся. Принимают крещение, делаются православным христианином. Ко мне привезли еврея. А вот евреи захватили в стране, все перегнали. Бороться надо? Надо. А как? Любовь. Ко мне привозят его показать. Один еврей там такой знатный. И он уходит православный христианин через три часа. Сейчас батюшка священник. Сотрудник КГБ обратился. Следователь уверовал. Надо трудиться для Бога. И Бог покажет. Я говорю, пусть через каждого из нас один еврей сделается православным христианином. И он и там понесет мир среди евреев. Мир. Везде мир. Вот местная тюрьма. Я говорю, много преступников. Что сделал? Ничего. Мне Бог положил на сердце. Это не мое. Я знаю, о чем они думают. Я столько прошел. И я сотрудничаю с тюрьмой 18 лет. Повторяю. Везде бесплатно. Я иду по камерам. Узнаю нужду. Достаю бумагу, приношу им. На Пасху покрасили яйца, по камерам идем. Ходотайствую в прокуратуру иду. Я нигде не перехожу. Рамки, которые ставит мне тюрьма. Я ни одной записки не возьму. Я могу отдельно беседовать. Их выводят, когда. Это Бог делает. Это так Бог мой делает. А был неверующий. Я и не знал никогда, что в школе у нас не было иностранного языка. Я не знал. И вдруг Бог открывает. Потому что мне это потребовалось. Я у немцев в собрании говорил проповеди на немецком языке. Значит, чего-то Бог открыл. В армии. В армии. Да это там пропащие годы. Я в Барфлоте 4 года. Не полтора года, как сегодня. Я сразу занимаюсь одновременно английским и французским. Иду по улице увольнительно. Две женщины разговаривают. А я сзади иду. Я хорошо слышал. Я представляю, вот это немка, а вот это англичанка. Что так говорит, я перевожу на этот и на этот. У меня непрерывная практика, как огонь в голове. Начинаю изучать все политические системы мира. Готовлюсь к институт иностранных дел. МГИМО. Но я не прошел первого пункта. Я не коммунист и никогда бы им не стал. Первый пункт. Меня сразу зарезали. А будь я неверующим, я бы давно-давно погиб. Я добровольцем пошел бы, подал заявление и идти с легионерами в Алжир. Понимаете как? Столько дурнины за собой видишь. Куда я лез? Зачем лез? Справедливости искал. А Бог показал. Все в мире неверно. И смерть лишь одна верна, неизменно верна. А она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец. И жизненной сказке конец случивский. Я поэтов много знал, поэтому... Вот если вам хотите, я вам одно стихотворение свое прочитаю. Как бы о биографии своей. Давайте. Только не отходите далеко. Нет, я никуда не пойду. Это вы за первую строчку запишите, и вы ее зарядите в Ютубе. И там она поется. Пример к себе своим воображением. У меня смартфон. Да. Пример к себе своим воображением. Все то, что... Примерь. Примерь. К себе своим воображением. Своим. Вот. Воображением. Это первая строчка стихотворения. И она там исполняется, играет и поется. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом. Стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье. Их измотало. В горных перевалах, там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что ем я мед, акриды. А штаб-квартирой избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине. Последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля. Азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Все? Да. Девять куплетов. У меня четыре тома стихов по 800 страниц. И каждое стихотворение 36 строчек с эпиграфом из Библии. Я, кстати, тоже могу стих прочитать. Давайте. Свой. Хорошо. Надеюсь, не забуду. Но он называется так. Смерть. Понятно? Да. Идут года. Стареешь ты. Потерян смысл жизни этой. На улице по-прежнему дождин. И в пачке две последних сигареты. Глазами по ночному переулку. Бросаешь взгляд на лавку у столба. Присел. Вокруг полно окурков. И закурил бы. Да видно не судьба. И опуская голову, подумал про себя. Да. Тяжелая же выпала тропа. С работы сократили. Покинула жена. Ах, как же быстро пролетело время. Казалось, молод был еще вчера. Но в зеркале теперь седой мужчина. В коленях слабость. В душе лишь пустота. И опускает. Внезапно прекратился дождь. Луна взошла на черном небе. Закрыл глаза. По телу прошла дрожь. Подул суровый, сильный ветер. Казалось, рядом кто-то сел. Но было наплевать на всех на свете. Заставила открыть глаза холодная, костлявая рука. О ней писали. Только в книгах. И не подумал он тогда, Что черный капюшон и острая коса Его компания теперь и навсегда. Понимаете, вот это ваша жизнь. Хорошо написано. Ну, кое-где, видимо, сбивались, а там не в лифму. Не важно. Хорошо. Вот и вся ваша жизнь. А со Христом, ну, сравните мое стихотворение ваше. А другое. Я на море. Рыбацкая шхуна с волнами боролась. Стремительный крен возрастал. Сметение росло, но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопастей, винил плавник, как туша убитого кем-то финвала. Корабль под ударами сник. Остались минуты. Их я увлек за собой. Здорово. Мне со мной не сравнится. Я как-то приехал в литературном институте был в Москве. А там занятия вел Лев Ашанин, поэт. Ну и по одному стихотворению. Ну, я попросил. Дорогой написал стихотворение. Как в городе Табол цыганский табор покидал Табол. Вокзал Истово. Метло и швабра Истово крестился от них. Что они там делали. Ну, я просчитал, когда они все на меня воздрелись. Там, забыл, Лев Николаевич сказал. Ну, дайте еще просчитают. Я еще просчитал. Еще дайте. Он говорит, у нас впечатление. Говорит, вот ворвался какой-то ветер с улицы. Все, распахнул все наши форточки. Потому что у меня ничего надуманного нет. 3467 стихотворений у меня. Это не по одному, а по 9 куплетов. 4 тома по 800 страниц. Люди не понимают, много ли это. Это Пушкин полностью. Лермонтов, Некрасов, Блок. Так это еще меньше. И при том, у меня черновики сохраняются. Ну, пачка бумаг продается в магазине. Ну, допечатание. 500 страниц. 7 пачек. 7 пачек. Полностью записаны. И ни одной помарки нет. Вот так не бывает. У Пушкина он там десятки раз. А как? Я не могу объяснить. Во время молитвы, но я молюсь вот 7 кратно в день. По 100 поклонов. И у меня как будто мелькнет фраза какая. Я прямо на молитве сразу же строчку запишу. А бывает иногда пройдет время на молитве еще одно. Это уже второе стихотворение. Дальше я сажусь писать, а только успеваю записывать. И теперь считаю свои стихи. Я как будто первый раз их вижу. Я их себе не могу приписать. Там такие откровения. Ну, 3467 стихотворения. Это за 9 лет. Не за жизнь, которую поэты писали. Вот за 9 же лет написано мной 38 томов книг в печатном варианте. Это нельзя сделать. Это не мое, повторяю, не мое. Это благодать Божия. Это когда презентация книг была в университете. А проректор по учебной части, его считает самый умный профессор, там, академик Стемкин Борис Васильевич. И он, говорит, он сейчас говорил и говорит, что это бог там. Да вроде не он, говорит, это не так, говорит. Это он. Я, говорит, знаю, когда автора встречаешь, писатель, они, говорит, лукавят. Он не такой. А тут, говорит, я считаю, он со мной часто встречается. И в книге здесь это один и тот же человек, как будто картина его. А почему? Я ничего не выдумываю. Вот я с вами разговариваю, так и будет выставлено. Не обрезаю. Ну, если матерился, там обрежу. Вот и все. Не матерился. Ну, еще, Александр, дверь открыта вам. Ходите в храм сегодня ночью. Это большое дело послушать. Потому что из лавиатов Нобелевской премии примерно 98% верующие люди. Которые бога, как Эйнштейн, Альберт, принимают как есть. Или Альберт Швейцер, лауреат Нобелевской премии. Как личность. Мария Кюрис-Колдовская, хотя два раза Нобелевская премия не присваивается по закону, но ей дважды дали. Это верующие. Как наш Павлов Иван Петрович, физиолог, лауреат Нобелевской премии. Потому что Бог открывает им тайны, и мы за это Бога благодарим. Верующий человек – это цельная фигура. Вот, допустим, я пришел вот так же, сел на скамейку, как вы, ветер дует, такие окурки валяются, я же тоже это вижу. И я думаю, Господи, как я благодарен Тебе, что 27 сентября 1962 года в 17.00 Ты меня призвал. Это моя жизнь была бы. Как я Богу благодарен. Он наполнен ее глубоким смыслом. Вот меня спрашивают, зачем Вам нужны эти студенты? Я поднимаю уровень бесплатно. Вот теперь, а ректор когда узнал, и в Сигнея Владимир Васильевич, как это Вы бесплатно? В 18-й год у нас ведете занятия. Он сейчас же давай выписывать. А я еще к слову сказать. Он однажды мне говорит этот факт, я потом подальше. И говорит, тут местные бизнесмены собрались и просят, чтобы им помогли поднять их уровень. Но они смеются друг на друга, новые русские, Вован там этот. Ну и я говорю, ну и что? Так дело в том, что они Вас избрали. Как меня? У Вас столько профессоров. Никого не избрали, а именно Вас. Так нет, я... Да нет, я Владимир Васильевич. Так уже решено. А он мне когда увидит, вот так руки раскинет, 30 студентов. Кого я вижу, обнимет, поцелует. Я преклоняюсь перед этим человеком. Он знает, как сидел, как вышел. И здесь так же. Я говорю, а где? Ну аудитория выделена там, 410-е. В такие-то дни. По два часа. Два часа без перерыва. Ну я стал готовиться. Ничего. Проходит какое-то время. Я провел сколько-то занятий. А я их решил провести по галереям мира. Показать все это. Какие были Леонардо да Винчи, там, Микеланджело. Что они были. Гюстап Дорре. Это история целая. Они записывают там все. Магнитофоны. Потом показал фильм про нас, как мы деревню строим. И меня вызывает и говорит, идите деньги получите. Я говорю, какие деньги? Ну вы же преподавали. Так я не за... Нет, идите получите. Я когда пошел, там такая сумма. Я ужаснулся. Говорю, тут ошибка какая-то? Нет. Я говорю, подождите, надо узнать. Я возьму, скажите, верните. Да что верните-то? Это на вас выписано. Я говорю, а по какой графе? Ну как, профессор? Да какой же я профессор-то? У меня нет вообще гуманитарного образования никакого. Нет. Так там что-то сверху. А что, чуть ли не Нобелевским лауреатом они мне назвали эти. Бизнесмены. Я говорю, а деньги где взяли? Да это они отдали. Это не наши деньги. Не университетские. А вот теперь ректор-то мне, говорит, 18 лет. Подсчитали, там астрономическая цифра. Идите, получайте. А мне деньги нужны, потому что у нас у старосты комбайн плохой. Я бы им отдал на комбайн. До копейки. Я пошел, и там нужно, какое у вас ИНН. А у верующих эта тема муссируется. Если я сейчас возьму, то я не смогу тогда смело говорить людям-то. Скажут, печать Антихриста принял. Я отказываюсь. Почему? То есть, если они бы не отдают, а я бы в другом деле был, я бы сейчас подал в суд, я выиграю 100%. Потому что там говорится, кто хочет, получает по паспорту. Я не стал. Я отошел. Так вы будете получать? Нет. Не буду. Когда узнал ректор, там сколько было разговоров, фанатик-то. Я говорю, я такой и есть, фанатик-экстремист. Но мне не стыдно, и рот не закрыт. И я проживу. Но брать нельзя. Это тот момент, где я должен попятиться. Из-за страха за людей. Меня слушают, ну, YouTube смотрят, просмотров 34 миллиона. Это уже цифра. И поэтому терять людей многих, а зачем, когда я не нуждаюсь в этом? Вот, Александр, какое дело? Вы видите перед собой чудака, и недавно Шахматов приезжал журналист, и он говорит, нет, это не сумасшедший старик. Это ренессанс православия, подобный Микеланджелу. И там начинает говорить Леонардо да Винчи. Это атомная бомба, у которой детонатор не поставлен. А там, обо мне, он отзывы там дает. Я так и хватился. Ой-ой-ой. Приехал из Москвы, прилетел специально, чтобы взять интервью и вернуться назад. Я говорю, а вы сейчас-то бываете 3400 километров, 4 часа в воздухе. Нет, говорит. А как? Люди собрали деньги и сказали, ты вот уже там сделал от двоих священников, поезжай в Барнаул к Лапкину. И он поставил это дело. Но он не верующий. Он курит. Но я ему все высказал здесь. Ему, конечно, не нравилось, но он до конца вытерпел. И ехал домой, даже до дома не дошел. И такие слова сказал ужас. Ужас. В интервью. Не терю, а там себе ролик составил в машине. У меня в жизни никогда так не было. Я теперь никогда так не делал. Мне до того охота сейчас материться, ругаться и блудить. А ему на 25-64 года. Ой-ой-ой, почему? Мы его запечатали. Он не мог этого ничего здесь сделать. А мы объясняем. Его опять собрали, откомандировали. Сейчас в Иерусалиме он сегодня. И он прилетел взять интервью и улететь обратно. Ой-ой-ой. А враги с ума сходят. Да кому вы едете? Это сумасшедший старик. Он сразу начинает. Я посмотрел, сам увидел. Не сумасшедший. Ну и прочее. На все вопросы у него там выписаны. Это все в интернете у нас, вы найдете, стоит. Я посмотрю. И который он, Шахматов фамилия. Вот там часто будет встречаться Шахматов. Шахматов Алексеев Викторович. Это на всю страну, на весь мир выставляется. Ну так какой у нас труд из нашего разговора? То, чтобы вы пришли в храм, достали Библию, Евангелие, считали. Нас не забывали, приходили в гости. Я вам буду рад. Да потому что атеисты очень часто, когда осознают, они приходят к Богу. И вашу ревность вот эту, вот эту жизнь, как вы понимаете, вы закончите без окурков. Это знаете что? Вы напомнили мне, Белинский цитирует французского, там, драматурка, кажется, Жан-Поль Рихтера. И как старик один в новогоднюю ночь стоит в окно, смотрит, молодежь гуляет, а он старый, дряхлый, как вы говорите, там, и в коленях слабый, и вспоминает жизнь, там, бабы, пустые бутылки. И заплакал. Что я сделал с жизнью своей? А эти мне говорили, для Бога служи. И вдруг он встряхнулся и видит, что он юноша, еще в 18-летии, стоит у окна. И это минутное забвение. Как он обрадовался, там, и в церковь пошел, это Бог делает. Вот вы того старика увидели, это, ну, я повторяю, Жан-Поль Рихтер. Да, так что вы идете, ну, сказать, путем раздумий. Придите, вы не пожалеете. Если у вас будет желание знать Библию в ее толковании, как правильно понимать Новый Завет, когда зайдете на сайт, там написано книги Игнатия Лапкина. И там книги в красном переплете, три тома. Три тома. По 752 странице. Полное толкование. Но я маленько добавляю, там, стихотворение Гавриила Романовича Державина «О да Бог». И в другом, в одном томе добавил профессор Владимир Филимонович Марсенковский «Достоверно ли Евангелие написано?» И он доказывает, как научный работник, достоверно до одной буквы. И вы это все у нас найдете. А если зайдете на сайт, и там вопросы, вы изберите папку какую. Учитесь, вам охота учиться. Христианство, мусульманство. Вы ткнете и сразу найдете. А там одни вопросы. Вопрос ткнете, разверстый ответ мой. Вам будет очень. И скажу заранее, такого ни книг, ни ютуба, ни сайта в мировой литературе нигде нет. Я ни у кого не списываю. Я молюсь. И Бог это кладет. Вот у меня председатель и секретарь, секретарей этих поэтов. И он когда прослушал одно стихотворение у меня, он так вот отшатнул. Это ваше. А почему не печатаете? Дело в том, что я на них смотрю, на эти стихи, как первый раз. Я мог часами, часов шесть рассказывать стихи поэтов. А тут, а почему пишете на эту тему, никто не писал. У меня бывает еще так, стихотворение, 36 строчек. И напротив каждой строчки указана книга, название Библии, глава и стих. Опять строчка, глава и стих. Чтобы прочитать, понять, надо 36 раз Библию открыть. Такого в мировой практике никогда нигде не было. А почему вы решили, не знаю. Меня кто-то как будто заставил. Мне просто интересно. Понимаете, я с таким азартом живу, где бы что ни было, как будто для меня дело это есть. Вот пилят дрова, я тут уже с ними дорогу прокладываю, землю, я все работаю вместе с ними. С молодежью. И деревню строим, дороги, это страшно дорого. Метров 200 мы проложили на одну щебенку, и уже 232 тысячи за щебенку отдали. А денег-то нету, деревня новая. Все на мой счет. А у меня денег нет. Я только молюсь, и все знают. Деньги будут. Вот поехали до Лиссабона, Португалия. А денег нет. И мы на дорогу истратили 440 тысяч на бензин. А где деньги? Я повторяю, я молюсь. И мы в Швеции, машина сломалась. Ну, газель. Там какой-то шестеренка улетела, где горюще подает-то. И в это время сразу к нам пришла смс. Бросайте машину. В первом же городе, сейчас перечисляем деньги, покупайте иномарку, едете дальше. Незнакомые люди. За нами очень сильно следили отовсюду. Ну, конечно, мы наняли, очень дорого обошлось, эвакуатор. Эвакуатор ровно в 100 раз дороже, чем ехать своим ходом. И нас дотащили до порта, карстру какой-то, потом переплыли в Прибалтику, позвонили знакомому в Калининграде, а он в Испании. Он оттуда дал указание, чтобы за нами эвакуатор прислали, и все это сделали уже бесплатно. Быть верующим. У меня тысячи домов, тысячи друзей, тысячи матерей и отцов. Я никогда минуты не бываю один. Нигде. Вот говорил сейчас, только кашлянул, и уже звонок. Вы не простыли? Даже смешно. На кого смотрят-то? Сидит здесь девчонка, ну, маленькая, лет пять, наверное, в прошлый раз. Но она лезет тут, я уже не могу, я почти сейчас... Она отцепила, чуть не задушила меня, целует со всех сторон. А все смотрят, сейчас там мусульмане. Это кто? Внучка? Она маленькая. Это Бог делает так. Как ко мне еще подходить? Ну, что не видишь? Карикатура. Это Бог так делает. Располагает сердца людей. У меня мэр города близкий, там, губернатор был, который... Я обращаюсь за помощью, директора фирм, все стараются помочь. Все. Вот если один скажет, а он подумает на один процент, что я на себя истратил, уже не возьму. Я даю отчет перед Богом, перед людьми. До одной копейки. В Америке я много ездил, мне жертвовали деньги. После одного выступления там подписали человек пять тысяч долларов. Я сразу 13 библиотек образовал, накупил инструменты и ни одного цента не привез. Я не то что хвалюсь, хвалюсь Богом. Это Бог делает так. Я просто не вижу, а то сейчас бы кубометры долларов лежали, я цены не понимаю. Бог сделал так, что на это дело меня избрал, что я вообще не понимаю в деньгах. А с чем вы питаетесь? Вот мы иногда показываем. Мелкая картошка вот такая вот, а крупная людям отдать. И она варится, потом ее вареную отдельно перетолку, когда почистим, и отдельно. А вода, которая была, маленькая отстоялась, на ней макароны, а потом соединил вместе. Сверху растительное масло, все. У меня ни копейки не идет никуда. Вот я не звоню, только ко мне звонят. Но звоню крайний случай. Бывают машины, у меня ни машины не было, ни мотоцикла, старый велосипед. Понимаете как? Бог избирает вот таких людей, которые ни к чему не пригодные. И он тогда начинает через них дело делать. Я не то, что там скромничаю. Это Бог сделал так. Это не мое. Я к чему-то пригоден, раз я не избран. А вот Господь показал, что мы встретились. Может, для этого сейчас вы и жили. И я, может, для этого зашел сейчас рулетку. У Бога все вымерено. Понятно. Так что вам сколько лет? Сколько лет? 21. 21. Но в 21 год я еще Евангелие в руках не держал. Еще в 23 только года. Так, ищите, Александр. Да благословит вас Господь Бог. Расстаемся? Храни вас Господь, Игнатий. Спаси Христос. Отхожу. Продолжение следует.